всем доброго времени суток решил я сегодня сделать рыбу горячего копчения берем скумбрию чисто начисто ее моем и емкость где будет солиться наша скумбрия головы я не отрезаю также ее не потрошу берем обычную соль обязательно без добавок чтобы было не и водированная соль без йода посыпаем дно какая большая толстенькая и жирная как бы влезла вся скумбрия то наша должна влезть такие четвертую все нашу рыбку мы уложили в нашу емкость где будет она солиться и также сверху посыпаем кожа у скумбрии очень нежная просаливается на довольно таки быстро засыпаем скумбрию соль у соли как говорится знаете можно и не жалеть скумбрию мы засолили и оставляем на 5 часов ставим прохладное место так как на улице у нас где-то около 0 градусов я вынес ее на веранду будет она солиться в течение пяти максимум шести часов и так видим что наша скумбрия солится досаливается просаливалась она и пролежала в соли около шести часов этого нам будет для горячего копчения для скумбрии горячего копчения будет достаточно сейчас отмываем соль со скумбрии отрезаем головки потрошим моем связываем жутовой веревкой чтобы она у нас дальнейшем не развалилась так как у нас скумбрии шкура очень нежная такая мягенькая и жирноватая все моем от соли и отрезаем отделяем нашу голову и так скумбрию мы обмыли от соли и теперь начинаем отрезать ей голову кто оставляет ее голову кто не оставляет я всегда ее голову удаляю и также вспорываем брюшко скумбрия просаливается очень быстро перед горячим копчением мы еще здесь внутри брюшко посолим и поперчим придадим ей пикантности также выбираем вот эту черную пленочку чтобы не было горечи это мы еще будем на 1 и и промывать пленку убирается легко ножичками все берем следующую скумбрию также отрезаем головку и животик надрезаем пахнет конечно изумительно может кому-то и не нравится запах рыбы свежий икра даже есть скумбрии здесь внутри как видим скапливается кровь вот эту кровь желательно учащать и вымывать она очень легко сходит с черной пленочкой для дальнейшего также подготовим маленького такой смеси это будет у нас соль щепотки 34 и черный перец так вот примерно хватит каждый конечно делает по вкусу это мешаем чтобы натереть внутри вот этой смесью солью с перцем внутри брюшка хватит вот так вот даже можно еще маленькой соли добавить потому что внутри брюшка где проходит хребет там как бы чуть-чуть не досаливается течение там пяти-шести часов потому что спинка у скумбрии очень толстая и мы сделаем просолим до солями в коптильни горячее копчение она найдет скумбрию отмыли помыли на второй раз и выкладываем либо на бумажное полотенце либо на обычное полотенце но потом его придется в любом случае полотенце убирать в стирку так как будет пахнуть рыбой но меня нету дома бумажного полотенца сейчас она маленько подсохнет как говорится подвялиться высушится полотенце впитает лишнюю влагу с рыбы и будем ее связывать жутовой веревкой чтобы она при копчении не развалилась рыба пролежала около 10-15 минут подсохла прям чуть-чуть такую небольшую щепотку лишним не будет также берем следующую и чуть-чуть просаливаем маленько растираем и достаточно берем третью кубрию так ну одно я сделаю чуть-чуть с огоньком для себя берем жутовую веревку и начинаем обматывать делаем небольшой узелок так брюшка мы заправляем вовнутрь и примерно через сантиметра два делаем петельку и обвязываем это нужен для того что когда будем убирать скумбрию чтобы она у нас не развалилась ну и конечно чем чаще тем лучше так 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 последнюю петлю делаем на хвостике здесь можно заказать уже на узелок также за эту веревочку можно будет подвешить чтобы она допустим стекла но я этого не делаю потому что самое вкусное что у нее находится внутри это ее жир наша скумбрия готова выглядит она очень эстетично и красиво и теперь отправляем ее в копчильню горячего копчения берем нашу копчильню горячего копчения сибирский скиф открываем крышечку выбираем фольгу первый ярус поддончик для сбора жира щепу я использую ольха она дает мягкий и не горький вкус ставим лоток для сбора жира ребята самое главное чтобы залезла наша скумбрия потому что она делалась индивидуально для двух скумбрии как видим вообще просто идеально ждем когда теперь сигнализатора пойдет первый дымок и будем отсчитывать под скумбрию 25 минут как видим уже идет испарение ждем уже конечного результата время прошло около 10 минут нашего копчения открываем крышечку обязательно чтобы выпустить вот этот весь невкусный дым все еще ждем 10 минут 15 и будем ее снимать уже смотреть также у нас остались купатики с прошлого праздника так как угли у нас останутся мы пожарим купатики купаты рубленые очень вкусные и полная решеточка получилась у нас купатов это мы уже в конце пожарим как еще скоптим две скумбрии итак наша скумбрия прокоптилась и открываем крышку еще парит какая красота ну маленько порвалась это естественно это ничего страшного приехал ко мне в гости дружок давай листик сейчас мы его угостим потом потом себе будем коптить раз на на что держи попробуешь два так что ну приятного аппетита большое спасибо засыпаем щепа у меня ольха это самая лучшая щепа которая такая есть конечно есть и другие виды но мне больше нравится ольха кладем лоток для сбора жира решеточку и скумбрию раз два и закрываем все это крышечкой и ставим на огонь коптильня также внутри уделяет пар чем вот хороша вот коптильня домиком крышка домиком капельки появляются внутри крышки и они скатываются непосредственно в сам гидрозатвор вот это большой плюс крышка домиком так процесс копчения идет где-то ориентировочно рыба у нас прокоптилось 10 минут сейчас приподнимем крышку чтобы вышел едкий дым да замечательно так рыбку мы сняли и кладем наши купаты будем жарить купатики так как у нас остались небольшие угольки так и что же с нашей рыбой ну маленько чуть-чуть рыбка порвалась не спорю не спорю это естественно шкурка маленько отстала но выглядит достаточно съедобно вообще пища приготовленная на открытом воздухе это просто бомба здесь вот так вот чтобы сбоку прожарились купаты рубленые то есть производство наше новосибирское очень вкусное производитель кудряши я думаю многие о нем слышали а там производители пока самый нормальный такой хороший производитель у нас в сибири вот такая вот получилась скумбрия очень вкусная уберем наши веревочки они уже нам не нужны скумбрия она по себе жирная как видим скумбрия прокоптилась шкурку мы уберем а под шкуркой настоящее вкусное мясо вот и все все нормально всем приятного аппетита я просто не мог не показать вот эту божественную скумбрию это просто бомба вообще так вкусно ммм проварилась вкусняшка прокоптилась ну еще можно было чуть-чуть подержать но достаточно также ребрышки вкусное мяско ммм все всем приятного аппетита все все Продолжение следует...